Кара Робертсон обычный подросток, живущая счастливой, беззаботной жизнью. Однако её идиллию прервёт один сорокалетний безумный мужик. В контейнер, быстро! Сможет ли она не сломаться и какие действия её будут заставлять делать? Всегда зови меня папочкой. Это всё мы узнаем в фильме «История Кары Робертсон». Стоп. Стой. Сними футболку. Дома, перед началом этой истории стоит сказать, что она основана на реальных событиях. А также я хочу выразить огромную благодарность Насте и Lost of Them за поддержку канала. Надеюсь, все уже подписаны, поставили свои лайки. Окей, фильм начинается. Фильм начинается, ну а Кара просыпается у своей подруги. День замечательный, солнечный, и подруги собираются отправиться в домик на озере к своей знакомой. Перед поездкой Кара звонит своей матери, ну предупредив, что она уедет. А также Кара напоминает матери, что в эти выходные навестит отца. Мать Кары не особо хочет слушать про её отца. У меня свидание. И передай это своим отцам. Да, видимо, родители Кары не очень хорошо разошлись. Но это уже не важно. Подруга Кары попросила её полить цветы. И всё, можно будет отправляться на тусовку. Пока Кара поливала цветы и никого не трогала, подъехала чёрная машина. Туда вышел добродушный мужчина и спросил, нет ли родителей дома. Кара объяснила, что это дом подруги, да и родителей в общем-то нет. И тут... Да, конечно. Класс. Если закричишь, застрелю. Кара не успела ничего сообразить, как мужчина приказал ей залезть в контейнер, который в машине. Кое-как, справляясь со своей паникой, Кара запоминает номер этого контейнера. Подруга наконец-то переоделась, выходит на улицу, а Кара... А всё, Кары больше нет. Тем временем, Кару уже привезли на какой-то пустырь. И мужик говорит, дёрнешься, застрелю, закричишь, застрелю, попытаешься сбежать, угадай, что сделаю. И только этот мужчина отходит, как вдруг Кара начинает бежать. Бежит, бежит, но ловит пулю и умирает. Благо, это всё была лишь суперспособность Кары, ну как у Шерлока Холмса, рассчитывать вероятности будущего. А в реальности, конечно, никакого побега не будет, ей просто закроют рот. И вот что по-настоящему удивляет, так это подруга Кары, которая только-только заприметила, что Кары нигде нет, и сразу же поняла, что её похитили. Ну то есть она даже не подумала, что Кара отошла там за чипсами или ещё куда-нибудь. Она сразу поняла, её похитили. Позвонила матери Кары, сообщила, что ну Кары нигде нет. Мать позвонила парню Кары, узнать, может быть она у него, но нет. И всё, они все сразу же забили тревогу и сразу же побежали к полицейским. С одной стороны, очень даже круто, что такая бдительность, с другой стороны, было бы забавно, если бы Кара просто отошла в туалет. Тем временем, мужчина привёз Кару в дом и пообещал снять клеп, если она не будет кричать. Он заводит её в комнату с самым умным животным на планете. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Назови человека сыт, и он будет сыт всегда. Этот волк ещё сыграет свою роль, но пока что Кари объясняет правила. И, собственно, он просит называть себя папочкой, не дёргаться, не рыпаться, если что, он её потом отпустит. И затем этот странный мужчина начинает допрос, а Кара, ну, Кари, точно никогда в жизни не стать шпионом, потому что на каждый вопрос она даёт правдивый ответ. Сколько ей лет, как её зовут, мама, папа, всё. И про подругу он спросил, и про парня, и про то, невинна ли она. Ты любишь Джесс? Да. А своих родителей? Да. А кого больше, маму или папу? В общем, после этого мини-допроса, он приказывает ей лично на кровати, и кто понял, тот понял, чем всё закончилось. После всего произошедшего, Кара идёт в душ и начинает замечать всякие мелкие детали, и запоминать их. Например, что мужчина живёт с какой-то дамой. Ну а мать Кары звонит её отцу, и когда убеждается, что Кара не с ним, рассказывает, что её похитили. Затем вместе с подругой дочери они обращаются к полицейскому, и тот такой, а может она просто сбежала? Какой сбежала, говорит мать Кары, ведь она примерная девочка, и никогда бы так не поступила. Ну и после определённо неприятного экспириенса, Кара сидит и думает, что нужно узнать как можно больше информации об этом мужике. А вам нравилось ходить в школу? Так вот, Кара задаёт всякие наводящие вопросы, и знаете, возможно, это мир, где никто не умеет врать, потому что маньяк, убийца, человек, который её похитил, выдаёт всё о себе. Да, я учился хорошо и быстро закончил школу, потом пошёл в морской флот, отслужил там 9 лет, а ещё мой любимый цвет красный. Нет, ну конечно здорово, что он такой честный, но как-то слишком легко он раскрывает о себе информацию. В общем, когда мистер маньяк отходит, Кара снова задумывается о побеге, эээ, нет, не в этот раз. И вот этот злобный мужчина возвращается для того, чтобы совершить самое ужасное. Он просит покурить вместе с ним травы. Но выбора особо не было, поэтому Кара соглашается. Сладко дунув, Кара понимает, что нужно продолжать вытаскивать информацию из этого мужика, и замечает, что у него много животных. У меня скучная работа, работаю с компрессорами. Но вам нравится? Нет. Да, мне нравится. Класс. Не так, как флот, зато путешествую. А где вам нравится? Я вновь поражаюсь честности и открытости этого мужчины, ну а Кара запоминает. Затем мистер маньяк говорит, что я тебя отпущу, ты не волнуйся. Но если ты пойдёшь в полицию, ты навсегда останешься изнасилованной девушкой. Что он имел в виду? Ну, я не знаю. Затем он сажает Кару перед телевизором, включает кассету и заставляет её смотреть. И ты скажешь, что думаешь? Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Хочу сделать очень важное обращение. Избеги. Насмотревшись ужастиков, Кара захотела в туалет, но мистер маньяк её одну не отпускает и заставляет испражняться перед ним. Почему я говорю это вопросительно? Ну, вы сами посмотрите эту сцену. Она типа подошла к туалету, смыла его и всё. Затем Кара понимает, что нужно втираться в доверие к маньяку и говорит, ну, давай я что-нибудь сделаю. И он такой, ну ладно, иди помой полы. И пока Кара мыла полы, она всё высматривала какие-нибудь улики, какие-нибудь зацепки. В общем, так они дамы в полы, и мистер маньяк заставляет Кару снять её футболку. Мда. Тем временем мать приходит в полицейский участок, заявляет о пропаже дочери. Ну, мистер полицейский такой, а может она сбежала? Мать снова доказала ещё одному полицейскому о том, что её дочь действительно пропала, и полицейский такой, ну ладно, ладно, да, да, ща начнём её искать. Да, вот прям щас. Эти полицейские явно не зря отрабатывают свою зарплату. Ну, а мистер-убийца вместе с Карой решает посмотреть новости, и говорит, ну чё, ну чё, глянем, разыскивают ли тебя. Он включает телевизор и... Посмотрим. Итак, здравствуйте, моя маленькая телевизор экстремизма. Хочу сделать очень важное обращение к вам. Ладно, шутка. На самом деле там просто репортаж о какой-то автоаварии, и маньяк говорит, вау, На тебя всем плевать. Тебя никто не ищет. Ни мама, ни папа. Всем насрать. Ты никому не нужна. Вдоволь закибербулев Кару, он вновь приказывает ей залезть в контейнер. Всё потому, что ему нужно поговорить по телефону, и нужно, чтобы она не издавала ни звука. Кара туда залазит, старается держать себя в руках, но её охватывает паническая атака, и она начинает кричать. Маньяк прибегает с пистолетом, видит, что Кара паникует, и говорит, ладно, не издавай ни звука, я не буду закрывать коробку, но только молчи. Так она и промолчала несколько часов. Затем мистер-убийца вернулся, дал таблетку успокоительного, они вместе почистили зубы, Кара ещё раз помечтала о том, как бы сбежать, но нет, 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 нет. И всё, время уже позднее, её приковали, и спокойной ночи. Утром Кара просыпается, а маньяк ещё спит, и она, не теряя времени, начинает снимать с себя оковы. У неё это получается, и она очень тихо выходит из комнаты. Подходит к двери, и начинает открывать все замки, и, признаюсь честно, момент довольно-таки напряжённый. Втопив не хуже, чем у Сейн Болт, она всё-таки сбегает, и выбегает на дорогу. Останавливаются двое мужчин, она объясняет им всю ситуацию, и просит, чтобы они её забрали. Отвезите меня в полицию, пожалуйста! В общем, она запрыгивает в машину к этим парням, благо они не маньяки. И уезжает в полицейский участок. И там, без капли паники, она рассказывает все факты, все улики, всё выдаёт. Полицейские такие, о, это же та самая Кара, на которую подали в розыск. Хм, круто. В общем, Кара рассказывает всё, что запомнила. Полицейские связываются с её матерью, а она уже в пути, и чтобы не терять времени, они сразу направляются на место преступления. Подъезжают к жилому комплексу, и все квартиры похожи друг на друга. Полицейские видят местного мужичка, начинают расспрашивать о подозреваемом, но слишком уж много, кто подходит под это описание. Тогда выходит, Кара дополняет подробности, говорит там про животных, и он такой, а, так это комната 301, да, знаю этого мужика. Попав точно в цель, Кара увозят в полицейский участок. Туда, кстати, уже приехала её мать. Долгожданная встреча с дочерью, ну а полицейские врываются в комнату 301, и... пф, там уже никого нет. Кроме волка. Волк до сих пор на месте. Ну и так как все показания Кары сходятся, там даже картина волка на стене, полицейский понимает, что это та самая квартира. К Кари приходит следователь, показывает фотографии подозреваемых, и она сразу же вычисляет того самого. Плюс накидывает ещё информации, например, про то, что у него есть сундук, который он пытался спрятать от Кары. Этот сундук находят, вскрывают, и там оказываются вещи Кары. А ещё вырезки из газет про похищение девушек. Пропала местная девушка. Но да, это его прошлые жертвы. В общем, почему я его весь фильм называл маньяком? Потому что он убивал их. И Кару он, скорее всего, бы убил, если бы она не сбежала. Так вот, этого маньяка зовут Ричард, и пока его ищут, Кара проходит обследование у гинеколога. Не теряя времени, все расклеивают объявления с поиском этого мужчины. Ну а полицейские узнали, что он похищал своих жертв буквально возле их дома, держал несколько дней в заперти, а потом топил и сбрасывал в болото. А также они узнали, что у этого чувака дофигища родственников. Мать и жена были в Диснейленде, а еще у него есть сестра, и, короче, всех их уже обзвонили. Ну а Кара наконец-то может отправиться домой. По пути до дома она не особо хочет разговаривать с матерью, а дома ее ждут куча офицеров, потому что теперь она под наблюдением, вдруг маньяк приедет, чтобы закончить то, что начал. Каре это не нравится, но уж извините, таковы правила. Наступает новый день, и Кара говорит матери, что хочет отправиться к своему парню. Мать, конечно же, ей запрещает, и говорит, ты что, с ума сошла, ты такое пережила. Однако Кара не хочет, чтобы к ней относились как к жертве, она хочет продолжать жить нормальной жизнью. В общем, их спор прерывает подруга, которая пришла, и Кара вместе с ней идет наверх. А они закрываются в комнате, и Кара такая, ну давай, давай спрашивай, ну я знаю, ты хочешь узнать все подробности, давай, давай. Как будто бы она побывала в путешествии. Подруга все-таки спрашивает, и Кара ей все рассказывает. Тем временем, жена Ричарда на допросе, и говорит, да нет, мой муж идеален, все было хорошо, я не знаю. В общем, мать и жена ничего не знают, а вот сестра... Марк связался со мной вчера вечером. В общем, сестра выдает его с потрохами, говорит, в каком отеле он остановился, и туда отправляются полицейские. Ну, а Кари подходит тот самый полицейский, который больше всех ее искал, и говорит, что Кара жертва, и ей лучше не выходить из дома. Но, Кара себя такой считать не хочет, и поэтому он говорит, слушай, лучше бы ты меня получше искал. В отеле полиция находит лишь улики. Ну, да, сбежал. В общем, полицейский считает, что кто-то из семьи его предупредил, но главный полицейский рад, что он занят побегом, а не охотой за Карой. Затем, мистер главный полицейский приезжает к Кари, она говорит, ну чё, опять мне скажете сидеть дома? Однако нет. Вместе с полицейским они рассуждают, убил бы он ее или нет, и в конце концов, он называет ее выжившей, а не жертвой. Тот полицейский отследили, что недавно Ричард делал звонок, и, как оказывается, еще одной своей сестре, до нее дозваниваются, и она сразу же выдает им своего брата, говорит, что мы должны встретиться возле кафешки, приезжайте в 6 часов. Им даже напрягаться не пришлось, она просто взяла и все рассказала, ну, в этом мире точно не умеет никто врать. Ну а Кара собирается на игру своего парня, мать конечно запрещает ей, но Кара не хочет быть жертвой, она хочет продолжать жить, и радоваться этой жизни, поэтому отправляется на игру. Ну а притаившиеся полицейские, наконец-то видят Ричарда. Для человека с избыточным весом, он довольно быстро бегает. Ну а Кара приходит на игру, видится с парнем, говорит, что будет болеть за него, поопускает девчонок, которые рассказывали всякие слухи про нее. Ну а Ричард все бежит, и бежит, однако его ловят. Да, Ричард решил не дожидаться суда, а сам вынес себе приговор. И вот, новое утро, Кара просыпается, подходит к матери, и та говорит, что, ну, ну Ричард, как бы все. Почему мне не сказали? Кара злится, психует на мать, и выбегает из дома. Но как раз туда приходит главный полицейский. Он присаживается к Карри, и она объясняет ему, что хотела увидеть его за решеткой, хотела увидеть его в суде, посмотреть ему в глаза, и при всех сказать ему. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Но теперь, видимо, этому не суждено случиться. В конце концов, Коб говорит, что Ричард сделал самую большую ошибку, похитив Кару, ну и вообще, Кара, герой. Ну а Карр рассуждает, что мужской половине ее семьи лучше не знать, что он делал, и пускай это останется тайной. Кстати, вот как Кара выглядела в реальной жизни. Потом она стала адвокатом, и все у нее было хорошо. Собственно, в конце она подходит к матери, извиняется, говорит ей, что жизнь продолжается, и нельзя. На этом зацикливаться, ну, собственно, и все. Ах, ну я даже не знаю, что сказать по поводу этого фильма. Он слишком пресный какой-то, слишком обычный. Просто я посмотрел уже про похищение фильмов пять, ну, пересказал их даже, и все они были куда интереснее, либо жестче, либо с какими-то интересными поворотами. Ну а тут, тут даже от начала до конца фильма прошло три дня. То есть, в первый день ее похитили, во второй день она сбежала, в третий день нашли убийцу, и он застрелился. Окей. Забавный факт. Главная актриса снималась еще в похищении Лизы Маквей. Практически точно такой же фильм про похищение, только там девушки не поверили, что ее похитили. Если что, пересказ есть на канале. Я сделаю конечную заставку, можете потом глянуть. В общем, и там было гораздо интереснее, потому что ей не верили, но, а за актрису это вообще прикол, потому что в двух практически одинаковых фильмах сняться, ну, забавно. В общем, не знаю, не знаю, какой-то такой вялый фильм. Вторая половина, это просто ходьба, и причем нету даже какого-то детектива, что вот они идут по следам, они сейчас его найдут. Да нет, просто его взяли, выдали, его быстро нашли. В конце он за русском надзорился, вот и все. В общем, не знаю, как там реальная история, она по-любому была интереснее, но фильм обычный. Если вы видели хоть какие-то фильмы про похищения, то здесь вы ничего нового не найдете. Ну что, друзья, надеюсь, вы не забудете поставить лайк, написать свой комментарий, я их все читаю, а также подписаться на канал, если вдруг впервые здесь. Ну, а главное, не забывайте. Всех обнял.